Полуостров Рыбач Полуостров Рыбач Все маломальские ценности растащили, стекла в домах побили Там издалека будут виды эти поселки Теперь здесь царит запустение, разруха Тоже видите Полуостров, на котором были совсем неплохо жили, как минимум 16 века Теперь там совсем безлюдным и заброшенным, к сожалению А может и к счастью Не знаю, я не знаю Вообще можно ходить на полустров Ну да, все дальше Дороги хорошие Дороги хорошие Дороги Дороги хорошие Дороги хорошие Дороги хорошие Три года? Три месяца Вот тоже, да, там вояки живут Электричество у них, наверное, только это В этом месте погиб муст Тейки с Леонидом Ивановичем Который 10 октября 1944 года построил подвиг Матросова Прикрыл собой Образуру у Дота Своим телом и высоту наши взяли В 1944 году В октябре, когда везде уже отступали немцы У нас еще только Их стали немножко Откидывать Дот, в котором Погиб Каким? Ленит мастичок? Нет Ого, смотри Здесь плита это не обвалится Такое укрепление было Все, смотри Древняя балка Вот, скорее всего, смотри Окошко Ну да, да и похоже, что вот здесь было Что-то Нет, смотри, он там Не знаю Может, печка была? Не знаю Вот такое еще ограждение здесь есть Какая каменная стена Вот такой Затой пушки уже 22 июня Был уничтожен тральщик противника А это кладбище Все поименные Кстати, до 1939 года Большая часть полуострова принадлежала Гленде Только после Советско-финканской войны Полностью отошла к СССР Вот вторая половина кладбища Здесь, конечно, снимать Можно очень долго Есть фотографии Есть фотографии у меня тоже? Есть фотографии у меня тоже? Есть фотографии у меня Здесь не было никогда Советую Хоть раз в жизни сюда приехать Коснуться Коснуться Внутри дота С этой красоты Сюда вот такой вид Полазить 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 по дотам По укреплениям Смотреть на этого Веховой войны Которая еще Там осталась Но я посмотрел Некоторые купления Мне показалось Это реконструкция Потому что там И балки не прогнили Ну и Камни лежали В нетронутом виде Видимо Их недавно Мы изучили Потому что там За 70 лет Все бы просто Разнесло Со временем Месты Не знаю Потому что там Поселения-то были Море Есть настоящее море Какие камни нравятся братья На берегу моря Это море Приехали бы Такие интересные зубки Интересные Интересные Он сплотится Кстати На нем Еще Точки растут Похоже И на кактус Шум прибоя Такой вид у меня из палатки Забото утро Сейчас гляну Который час Видим у меня в пол седьмого Там уже новые люди приехали В пятнадцать пятнадцать часах А вот еще спит Ну и все Там тоже ИНами Перед Тихо Нет И настояние Эд스 Ли Ну вот, мы теперь находимся на полуострове Рыбачьи, самая северная наша часть. Ну, например, на этот здесь уделение тепло. Оп! Ку-ку! Здесь как-то совсем темно, но не страшно. На чём тут? Всё, всё. Разношу, разношу. 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 Сейчас покушаем. Тут даже круче, чем там. Или... Или... Зубья там. О, откипается ещё. Моете это? Варенцево море. Время на Великой Отечественной войны здесь тоже шли серьёзные сражения, бои, о чём говорят многочисленные памяти и о этих фактах. Всё перерыто здесь реально траншеями. Доты стоят. Не тронуть-то, кстати, по ним полазили немножко. Что на рыбачьем, что на среднем отсутствует полностью связь с электричеством. Там ловятся норвежские... У нас норвежский оператор перекрывается. И поэтому лучше телефон не включать или в режиме полёта. Чтобы не оказаться в ровне. Некоторые сразу деньги снимаются за эсэмэски. В послевоенные годы здесь находились военные базы, большой порт, колхоз и несколько на селёных пунктов. Но постепенно всё это было заброшено и пришло в запустение. Всю полуострову остались лишь разваленные дома. Советские, немецкие доты, брошенные ржавые техники. Кстати, мы видели эту технику. Там какая-то небольшая войска часть. Видимо, заброшена и немного жалко танков. В дороге там убитые. Ехали мы сколько-то километров за 6 часов. Я их всё время подкидывала. Ехали мы на буханке. Постоянно трясло. В данный момент эти два полуострова рыбачьей средней являются природным парком. Несмотря на то, что там находится кострище. Вот мы вторую у нас с чего-либо на рыбачьем. Там место было для костра. Но разжигать костёр запрещается. Поэтому лучше взять с собой газовую горелку для приготовления пищи. Ну, некоторые используют ещё для боевых палаток. Такие ночи там реально холодно. Такие ночи там реально холодно.